Поехали до Тушинской. Реально, доедем, я покажу, что такое вкусная самса. Поехали? Поехали. Вот тупо сейчас едем с вами, реально, мы собрались и поехали на Тушинскую. Всем привет, дорогие друзья! В воскресенье это значит, что вы должны сделать правильно, пойти на кухню, заварить себе чаек, налить какой-нибудь лимонадик, что у вас там есть, взять еду, бутербродики. И ближайшие полчаса, сорок минут провести с обзором на какую-нибудь еду. Под обзоры по кашеварям, естественно, разыгрывается аппетит, я знаю, что вы едите. И, кстати, обязательно напишите, что именно вы едите, потому что это чертовски интересно. Такие вариации от каких-нибудь элитных стейков до дошика порой доходят, пишите в комментах. А у нас сегодня ресторан Топчан. Ресторан Топчан это настоящий ресторан, причем их несколько в Москве, который не определился. Я лазил по их сайту и думал, какой же это ресторан? Это грузинский, узбекский, какой кухне относятся? Потому что у них есть, например, хачапури, но в то же время у них нет хинкали, но у них есть манты. И ты такой думаешь, блин, не определились, ребята. Ну, в общем, короче, я заказал на 4,5 примерно тысячи рублей. Нам обещали привезти довольно оперативно. Ждем. Слушайте, привезли очень оперативно. Вот в таком виде нам дали приборы классные. Алюминиевые, ну, естественно, пластиковые приборы. Здесь, видимо, чебуреки какие-то, салатики. На салате Цезаря лежали чебуреки, и вот это все нагрелось. Пожалели нам отдельный пакет для холодных, отдельно для горячих, но, наверное, простим. Ух ты, смотри, Виталя, как давно такое хотел. Хачапури по-аджарски. Такая малышка. Что за французская подача, что за мини-порции, Аркадий Новиков. И десерт, в самом низу. А, это не десерт, подожди. Я думал, десерт, а это те самые помидоры. А, кстати, десерт, наверное, привезли. Так, ну ладно, что, давай посмотрим температуру хачапури, например, да, в каком виде они доехали. 41 градус, уже маленько подостывшее. Причем, смотрите, что интересно, желток отдельно сбоку валяется. Видишь, я не знаю, как так получилось, то ли он выпрыгнул, но желток почему-то отдельно. В общем, 40 градусов. 41,8, 41,8. Тепло, но не более того. Чебурек был в фольгированной упаковке. Посмотрим, что там внутри происходит. 35 градусов, температура тела. Несмотря на скорость, Топчан привез довольно прохладные блюда. Но вот суп явно горячее всего остального. Объем большой, поэтому 50 градусов он сохранил. А вот лимонадик, 13 градусов. Офигенно, отличная, комфортная, прохладная температура. Доставил Топчан быстро. От момента подтверждения заказа, который произошел в течение 10 минут после заказа, нам привезли примерно за час 30. Это нормальный результат. Ресторан находится не очень далеко от меня. Буквально на другой стороне Химкинского водохранилища. 4840 рублей за приблизительно 10-12 позиций у меня получилось. Про цены я не буду, наверное, особо ничего там говорить. Потому что, ну, это ресторан. То есть я примерно по ощущениям чувствую, что ценник такой же, как, например, в ресторане Джон Джоли. Хотя Джон Джоли более определившийся ресторан, потому что у них, он грузинский. То есть там есть хачапури, там есть хинкали. А тут хачапури есть, но манты вместо хинкали. В общем, такая история. Ладно, ресторан Топчан. Пробуем и начнем мы, наверное, с чебурека с телятиной, который стоит 240 рублей. У меня, честно говоря, в голове вообще не укладывается, как может чебурек, какой бы, какой бы то ни было прекрасный, Стоит столько денег. Это не касается ресторана Топчан, это касается всех ресторанов, которые продают чебуреки. Блин, чебурек, это же, ну, прям, ну, совсем просто. Ну, какой, какой 240 рублей? 150! Еще ладно. 120 граммов должен весить чебурек. Ну, нормально, с учетом пакета, смотри, все, все пучком. Итак, чебурек. Фольгированная упаковка. Это хорошо. Меньше вероятность, что он остынет. И довольно крупный чебурек. То есть, тут нельзя сказать, что на нас сэкономил ресторан Топчан. Он сделал здоровенный чебурек. Улыбка Джокера, блин. Чебурек целесообразно смотреть на просвет. Он просвечивается. Это значит, во-первых, хорошее тонкое тесто. И, во-вторых, вот начинка. В принципе, она распределена почти по всему чебуреку. Это приятно. Там телятинка. Давай все это пробовать. Чебурек еще даже немножко хрустит. За это ему отдельное спасибо. Я не люблю вот эти вымокшие чебуреки. Вы меня в чебуречную дружбу как-то загнали. Помните, да? А там все бы хорошо. Да только чебуреки там просто как слюни. Только цена их оправдывала. 60 рублей, по-моему. Очень такой промасленный. Ладно. Но я не знаю, что сказать. В описании к этому чебуреку столько эпитетов, что я ожидал, конечно, бомбы. Там и сочное мясо, и зелень, и все вот это вот. По факту, что мы имеем? Мы имеем не ресторанное вообще блюдо. То есть, мне кажется, любая чебуречная какая-нибудь маломайски адекватная, типа там чебуречная СССР, приготовит чебурек вкуснее. Внутри чебурека, чтобы была сухая начинка, это нонсенс. Вот эти факты, то есть сухая начинка и масляное тесто, наводят меня на мысль о том, что масло, в которое кидали этот чебурек, было недостаточно нагрето. То есть, чебурек там провел времени много, он промаслился, он не успел схватиться, чтобы масло не пропитывало чебурек, и начинка высохла за это время. Вот тупо судьба этого чебурека. Ресторан Топчан, чебурек сделали вообще негодно. За 240 рублей вот это вот продавать не стоит, а уж покупать тем более. Топчан, начудили. У них есть еще и самса с бараниной на этот раз. У нас баранина более жирное мясо, поэтому есть шанс, что там не будет все такое высохшее. И вот она самса. Первый раз вижу такую форму самсы, то есть она очень-очень такая вот высокая. Обычно она треугольная и более равнинная, что ли, да? А тут прям вот такой как треугольничек. Очень забавно выглядит, он очень маленький. Маленький кусочек самсы стоит тоже 240 рублей. Ну, в общем, давайте я перестану удивляться ценам. Так, сейчас мы посмотрим количество. Очень жесткое тесто, ну, дай бог. О, смотри, вот баранина не подводит. Тут большой объем мяса внутри, ну, я имею в виду, относительно, конечно, тесто, да? Сам-то он маленький, 100-граммовый пирожок. И поэтому тут прям видно, что вот эта вся влага, она осталась внутри самсы. Рубленное мясо, много лука. Такой должна быть самса. От самсы впечатление приятнее. Вы не ослышались? Неприятные, а приятнее, чем от чебурека. Про масляный чебурек с сухой начинкой это совсем не то. Самса это гораздо лучше. Но при этом эта самса из ресторана, она хуже и менее вкусная, чем самса, которая продается за 65 рублей. Метро Тушинская, магазин Лента, торговый центр, как он называется там? Торговый центр праздник, я вспомнил. Вот внизу там есть пекаренка, где готовится самса. Намного вкуснее вот эта. Топчан. Поехали до Тушинской. Реально доедем, я покажу, что такое вкусная самса. Поехали? Поехали. Вот тупо сейчас едем с вами. Реально мы собрались и поехали на Тушинскую. Покажу вам самсу, которая мне нравится. Стоит дешевле в дофига раз. И вкуснее, и больше. И сочнее, и мощнее. Самса на Тушинской. Возможно, в других местах тоже где-то есть вкусная самса. Я вот здесь беру иногда, мне нравится. Вот, Тушинская. Вот, ребята, Лента Универмаг. Спускаемся туда на второй этаж и получаем самсу мечты просто. Во, ребята, самса с бараниной, смотри, такая же, как у них за 500. Здесь за 70 рублей. Не 65, а 70. А одну самсу с бараниной. Спасибо. Вот, самса за 70 рублей. Офигенно вкусная. И вот, смотри. Самса с ладонь, да? Не то, что мы только что видели. Давай прям сравним. Смотри. О! Видишь как? Вот так вот это должно быть. Сочный, мощный рубленый фарш, да? Вот, что такое самса, ребята. Топовая самса на районе, отвечаю. Просто огонь. Хрустящее, нежесткое тесто. Куча начинки. Че еще надо за 70 рублей? Топчан, да и прочие чайханы. Вы че, офигели? Че у вас с ценами? Ладно, пойдем дальше обзор снимаем. На самом деле мы, конечно, съездили после обзора, так что тут все это не стояло, не остывало, не переживайте. Давай хачапури. Смотри, пока совсем не остыло, посмотрим хачапури. Вот это малышка. С желтком снаружи. Причем, почему-то желток на картинке у них внутри. 330 рублей стоит эта маленькая хачапури. Весит она 235 граммов, но это обломно. То есть, наверное, это надо знать и понимать, что 235 граммов это будет вот такая маленькая хачапулька. 217 граммов с коробкой. Довольно серьезный недовес, что опять-таки меня расстраивает. Давай посмотрим. Ладно, я не знаю, как мне вернуть желток. Все, уже никак не вернуть мне желток. Но, конечно, остыло, к сожалению. Поэтому оно приехало, это не очень горячее, да? Пока мы попробовали первые два блюда, оно остыло. И вот как мне определиться, какое блюдо надо есть первое? Вы мне все время говорите, надо пробовать первую там пасту, если ты заказал. Ну да, я пока пробую пасту, у меня остывает что-то другое. Короче, что бы я не пробовал первым, будет всегда второе, которое подостывает. Вот сейчас второе это у нас хачапури. Ну, вообще, слушай, должен отдать должное, что здесь начинки довольно много. То есть тут хороший-хороший добрый слой сыра. Относительно теста я пока тоже ничего не могу сказать, надо его попробовать. Вроде и тесто складывает приятные впечатления. Давай попробуем. Я не могу понять, почему ресторан Топчан пользуется такой популярностью. Я делаю этот вывод, исходя из того, что у них много ресторанов. Но пока все, что мы пробуем, это довольно посредственно. Вот этот хачапури, опять-таки, я всегда, как эталон хачапури, для себя называю это хачапури из ресторана Джон Джоли. Это изумительное тесто. Шикарный, гармоничный сулугуни. Не знаю, где они покупают. То есть он не пересоленый. У него какая-то вкусная структура. У него послевкусие такое, знаешь, вот, блин, ну вот, сыр в этих бочках, который вымачивается, высаливается, он как-то ферментируется. И когда ты его ешь, у тебя на выдохе чувствуется, вот, ну, не знаю, какой-то вот привкус айрана, что ли. Ну, что-то такое. И хачапури из Джон Джоли я могу есть даже холодный, он вкусный остается. Вот это какая-то пародия. То есть, когда она подостывает, сыр, они, видимо, не добавляют воды, что ли, к сыру. Потому что всегда в хачапури надо его сделать жидким, этот сыр добавить, и тогда все это будет сочно. Здесь это просто превращается в камень. Сам сыр соленый, тесто посредственно. Это хачапури вообще ни разу не хачапури. Это пародия на хачапури по-аджарски. Я такое есть не хочу. Это съедобно, но это невкусно. Почему? Вот почему сейчас я довольно эмоционально? Не потому, что у меня какие-то претензии к топчану. Я вообще понятия не имею, что за ресторан не был там никогда. Возможно, это самый уютный в мире ресторан. У меня претензия, что если я заказываю ресторанное блюдо, оно должно быть ресторанного уровня, а не вот это все. Желток где-то сбоку, блин. Посредственный сыр, тесто стрёмное. И вот мы такое хачапури получаем. Не определились. Грузинско-узбекский ресторан, понимаешь? А по факту не то, не то. Самса не та, хачапури не та. И в итоге плачет и Узбекистан, и Грузия, короче. Манты. Двести семьдесят граммов. Двести семьдесят граммов. Я не понял, реально что ли? Двести семьдесят граммов. Я повторюсь. Сто семьдесят. То есть, три штуки манты с бараниной должны весить двести семьдесят граммов. Друзья мои, ну и ощущение, что они какие-то маленькие. То есть, это манты. Ну, давай я положу на свою ладошку. У меня не самая большая рука. Но, тем не менее, да, это маленькие манты. Я вспоминаю вот эти здоровенные манты из манты мана. По шестьдесят рублей. Блин, здесь это стоит, ну смотри, да. Недовес сто граммов, и стоит это четыре шестьдесят пять рублей. Оно даже если бы было довешено, это дорого. Для вареных пельмешей, друзья мои. Оно еще и недовешено, ты понимаешь? Ну, тем не менее, в пропорции начинки нормально. Давай. У них причем, и вот аромат, то есть, вообще, серьезно. Вот эти простые блюда, их не надо пытаться делать лучше, чем они есть. Баранина, лук, соль, перец. Все. Ну, добавь кинзы там, окей. Кинза вот под такую тему заходит. Поруби туда зелень. А здесь какой-то вот, я не понимаю, то ли анис. Вот этот вот запах бадьяна, короче. То ли какой-то вот лекарственный, лекарственный запах. Это, кстати, было еще и в самсе. Я в самсе обратил внимание, что это есть. Но вот здесь он прям явно, я почувствовал. Нафига это делать? Баранина с пряными специями. Вот пряные специи. Давай попробуем. И вот эти вот, смотрите. Ну, блин, прям вот куски курдюка, да? Я не знаю, я думаю, что это курдюк. Хотя, возможно, это вообще просто какое-то сало. Нерасплавленный курдюк, несочная начинка, невкусный, странный привкус. Блин. Ресторан Топчан. Это уже, это уже третий фейл за сегодня. Давайте дальше смотреть. Не определились. Суп Том Ям. Серьезно. Узбекско-грузинский ресторан становится еще немножко азиатским. Суп Том Ям в ресторане Топчан. Вот сколько раз вот это подтверждается, что когда пытаются заниматься всем, получается, что вот все, чем занимается, оно не на 100%. Поэтому я люблю вот моно-истории. 480 рублей. Вот эта коробочка дополнительно вообще непонятна. Не пришей к козе рукав, да? Или как там говорится. Вот галангал или что вот это? Вот этот галангал. Ну, не будешь ты это есть. То есть, это тупо несъедобная штука. Зачем она здесь? Равно как и листик. То есть, что, что этим хотели сказать? Вот это все должно было быть там. Для создания вкуса. Потом это можно достать. Рис окей. Сваренный рис. Это, это хорошо. Японский рис. Немножко клейкий, да? И слава богу. Что касается Том Яма. Том Ям скромный. По современным меркам и моему отношению к Том Яму, я знаю, где гораздо богаче. Неважно. Короче, креветки. Две. Три штуки. Один грибок шиитаки разрезанный. Помидорка и все. И как бы все. То есть, тут вот такой вот Том Ям. Причем аромат довольно приятный. То есть, даже плохо сделанный Том Ям, он в принципе зачастую гонный. То есть, вот эти ароматы вкусные, азиатские, они, конечно, разрулют. 283 грамма. Должен он весить 250 граммов. Но тут с учетом еще добавок, еще и больше. То есть, потом Яму перевес. Ладно, давай сейчас я немножко сначала бахну риса. Хороший рисок такой, кисленький. На суше даже пойдет. Так, давай прям с кривитосиком. Похоже, что приготовлен не на воде. Мне кажется, что они готовят на курином бульоне, потому что чувствуется жирность. Когда на воде Том Ям, он вкус приблизительно такой же у него. Но отсутствует жирность как таковая. А здесь особо жирности взять, ну, из креветок, раз что, ну, да бог с ними. Суп на бульоне, это хорошо, но когда он топчик. Этот Том Ям, он вообще не яркий по вкусу. То есть, в нем есть характерные ноты лемонграсса, галангала, вот этой пасты Том Ям. Есть, есть, нормально. То есть, в принципе, немножко кайфануть, если вы любите Том Ям, вы сможете с этим супом. Ну, скажем так, не кайфануть, а заморить червячка, вот если вы скучаете по Том Яму. Но все-таки даже в Мензо Кафе, да почему даже нет, в Мензо Кафе вкусный Том Ям. Вот серьезно, в Мензо Кафе он сделан хорошо. Там может быть не топчик, но сделано хорошо. Насыщенный вкус, хорошая острота. Сделано годно. Это какой-то опять не до. Блин, я не могу понять, почему в ресторане Топчан все получается не до. Том Ям это просто 3 с минусом из 5, скажем так. Просто нормой хрен с ним как бы. Съел, забыл и все. Хвастаться друзьям ты про этот Том Ям никогда в жизни не будешь. Мне сам рис понравился больше, чем Том Ям. Рис хороший. Они суши, кстати. Ты не видел, суши по мне делают. Этот рисок нормальный, можно было скрутить фильку какую-нибудь. Странное блюдо. Стопка помидоров. Называется это блюдо Ачи Кук. О, опять, да? Опять возвращаемся. Мы вот так вот по карте фигачим, прям по глобусу. То мы Узбекистан, то Грузия, то Азия. Короче, туда-сюда нас колбасит. Сочные ташкентские помидоры, что, скорее всего, правда, очень похоже на хорошие помидоры. Ароматный базилик, репчатый лук и острый стручковый перец. Триста тридцать пять рублей. 150 граммов, 149 с коробкой. Опять недовес, но небольшой на этот раз. Это какой-то вариант итальянский капреза. То есть, тут еще добавить моцареллы и стало бы капреза. Ну, смотри, тут, во-первых, целый помидор. Тут лучок. То есть, вот так вот все и прослаивается. Видишь, травочка, лучок, помидор. И так до самого дна. То есть, как это есть, но, в принципе, просто как помидор. Если бы это все было просто перемешано, это превратилось в неполноценный салат, куда хочется добавить ретиски, огурчиков и так далее. Относительно медицинского привкуса я еще одно предположение добавлю, что, может быть, они туда базилик добавляют. Потому что базилик тоже такой медикаментозный аромат имеет. Хотя я люблю базилик, серьезно. Здесь вот образ запах очень похож. Помидоры. Ну, зашибись. Помидоры просто огонь. Просто огонь. Сто лет я не ел. Вот зимой прям страдаешь без хороших помидоров. Серьезно. Потому что днем с огнем не сыщешь вот такой помидор. Это очень посредственное блюдо. Но очень шикарный помидор. На самом деле прекрасное блюдо. А я еще никогда не ел один помидор за 335 рублей. Это вкусно. Это очень вкусный помидор. Это блюдо удачное, если можно его назвать блюдом. Из-за продукта. Хороший продукт. Тоненько порезанный. И больше ничего особенного. Совершенно обычный лук. Совершенно обычный зеленый базилик, которого немного. И шикарный помидор. Все. Что сказать еще про это блюдо? Да ничего. 355 рублей не стоит. Очередная странная штука от ресторана Топчан. Ну подожди. Ну давай вот сейчас опять у нас в Грузии. Рулетики из баклажанов. Со сливочным сыром, как написано. Не с каким-то, а именно со сливочным. Хотя вот дома, если я готовлю рулетики, я всегда покупаю костромской. Костромской сыр, немножко майонезика и чесночок. Это прям серьезно. Никакой. Ни российский, ни едам, ни голландский, ни гаугда. Никакой не подходит. Костромской сыр отлично заходит к этим рулетикам. Так. Сколько стоят рулетики? 30-70 рублей. Ну в принципе нормально. То есть 370 рублей. Такая цена, по-моему, в стиле Джон Джоли. Ничего особенного. А сколько весить должно? Ну давай, 120 граммов. Весить должно 120 и 20 граммов. То есть 20 граммов это на всякую шелуху, видимо. 140 граммов, 157. В принципе нормально. Так. Да и выглядят, в общем-то, эти рулетики довольно неплохо. Обжаренные баклажаны с начинкой внутри. Начинки, правда, кот наплакал. Там сливочный сыр, болгарский перец, судя по всему. Немного чесночком пахнет. Пойдет. В принципе, это вкусные баклажаны. То есть тут я не могу ничего плохого сказать. У них причем даже есть определенный плюс в том, что нет вот этой, знаешь, излишней орехово-солености какой-то. Вот когда сыр добавляешь. Тут нежный сырок внутри, его чуть-чуть. Болгарский перчик, который овощ, который приятен. И немножко орешков. То есть эти баклажаны приятные. Не могу ничего плохого сказать. То есть восторга нет, но какого-то негатива тоже к этим баклажанам нет. В принципе, вкусненько сделали. Ладно, у нас вот есть два салата. Смотри, причем один называется Новиков. Я учитываю, что салат называется Новиков. Я подумал, возможно, какая-то связь с Аркадием Новиковым есть у этого ресторана. Но я в очевидном виде не нашел. Среди ресторанов Аркадия Новикова нет ресторана Топчан. Хотя, может быть, я плохо искал. Если вы в этом разбираетесь, напишите комментарий. Потому что, серьезно, если этот ресторан связан с легендарным ресторатором, то меня это очень смущает. То есть ему явно нужно погрузиться туда. То есть вот прям вот зайти к ним и разобраться, что за фигня вообще. Потому что, ну, не должно такого быть. Но, скорее всего, он не связан. Так, ресторан, салат Новиков 750 рублей стоит. Но тут, слушай, тут мясо краба. То есть тут без базара. Тут я прям про цену даже ничего говорить не буду. Тут прям фаланга. Ну, не фаланга, но хоть какая-то часть фаланги лежит. 213 граммов, должен 240, не довес. Салат Цезарь должен весить 175 граммов. А весить 189. Короче, в Цезаре довес. В салате Новиков не довес. Вот они, два салатика. Так, давай посмотрим. Вот смотри, тут фаланга краба. Еще один кусочек фаланги. Еще, еще, еще и еще. То есть, в принципе, краба здесь на две примерно ложечки. Это неплохо. Вот еще, кстати, смотри. То есть тут, в принципе, наверное, филе одной фаланги есть. Тут есть авокадо. Сейчас попробуем. Яйцо пашот, такое жиденькое внутри. Это хорошо. И опять помидоры. А помидоры те же самые. Судя по всему, это очень радует. В составе, вот я читаю состав на сайте. Тут еще написано кинза, которой я не вижу, не наблюдаю просто в салате. Но возможно, возможно, да, там есть мелко рубленая кинза. Есть какие-то кусочки. Водоросли вакаме. Вакаме. Я их тоже не наблюдаю, потому что я понятия не имею, как наблюдать. И как вообще они выглядят, короче. И вот этот вот салат. Вот этот вот салат, листья салата. Ну, давай, ладно, пробовать. Я бы не сказал, что это салат. Тут его надо пробовать как-то, ну, видимо, по отдельности. Потому что вот большие куски авокадо. Ну, давай. Очень вкусный, хороший авокадо. Приятная, не переваренная фаланга краба. Шикарный помидор. Вполне нормальное яйцо пашот. И в целом довольно приятный салат. Все ждут, да, что я скажу. Вот явно Виталию бомбит что-то, да, вот сегодня весь обзор. Явно заказали конкуренты. Вообще вот этот прикол, Диман, да, ты читаешь иногда комменты? Типа, когда говоришь плохо, говоришь, что заказали конкуренты. Говоришь, хорошо, говоришь, что заказала эта компания тебе обзор, короче. То есть, как бы ты ни высказывался, вот я не высказывался, все равно есть мнение, что кто-то что-то заказал. Когда высказываешь критику в адрес доставки, вы реально, ну, то есть, вот вы серьезно думаете, что это может быть заказ... Вот делаешь обзор на пиццерию, говоришь, что-то не так, да, у них. И вы считаете, что там Додо Пицца, Папа Джонс, и все вот вокруг вот собрались, скинулись, чтобы Виталя сказал плохо про какую-то доставку. Вы прикольные. Ну, то есть, это вообще логика просто, логика. Мне нельзя говорить ни хорошо, ни плохо. Ну, вот в ресторане Топчан как-то получается, что либо ни о чем, либо плохо. Вот так вот получается. Вот этот ресторан, несмотря как бы на хорошие ингредиенты по отдельности, равно как и салат из помидоров нарезанного, прекрасные ингредиенты, но блюдо по большому счету ни о чем. Тут нет какой-то ярко выраженной заправки интересной. Вот мне, например, не хватает какой-то, знаешь, кислинки, может быть. То есть, тут явно каким-то маслом полито, по большому счету все. Был бы там какой-нибудь уксус, например, или лимончик. Вот это гораздо приятнее было бы есть. А так это свежий салат за 750 рублей, где есть фаланга краба. Да спасибо, я поем. Но, пожалуй, в целом, по ощущениям, наверное, этот салатик пока самый приятный из всех блюд, которые мы ели. Вот самый приятный вот этот салатик. Мне нравится. То есть, все ингредиенты офигенные. Авокадо мягкий, классный, помидор шикарный, фаланга нерезиновая, яйцо пашот и хрустящие, не вымокшие листья салата. Нормальный салатик. 750 рублей стоит или нет? Я не знаю, напишите в комментах, что вы думаете. Давай Цезарь попробуем. Мне интересно, уже интрига-интриг просто. Уже заправленный салат Цезарь, как мы видим, да? Заправленный салат Цезарь. Тут нет никаких гренок. А, нет, вот гренка. Смотри, она тоже внизу, она уже в соусе. Очевидно, она хрустеть уже откажется, да? То есть, работать мне на удовольствие она не будет. Здесь вот кусочки курочки. Просто поджаренные филе. Здесь пармезанистый сыр. Причем, кстати, такой, смотри, ломается. Нифига себе. Не похож на пармезан. Ну, такой ломкий сырок. Мне это приятно. Несколько черри. Вот удивительно сейчас вот. Это первый раз за ближайшее время. Потому что зима была, да, когда... Я всегда черри покупаю. Просто мне хочется томатного вкуса. Я покупаю черри. У них всегда есть томатный вкус. Но сегодня помидоры вот те, конечно, победили. Они очень вкусные. Салат Цезарь стоит... Сочные у ося листья салата Романа и айсберг. Обжаренное куриное филе с розмарином. Чесночные гренки и сыр пармезан заправляются фирменным соусом Цезарь от шеф-повара. Так. Ну, давай, во-первых, попробуем пармезан. Хороший пармезан. Санкционочек, что ли? Блин, я давно что-то пармезан... Когда ты в Киев поедешь? За сыром. Я почему-то сегодня не спрашивал, когда ты в Киев поедешь. В смысле, у меня закончился кофе итальянский. Там дешевле. И пармезан. Ладно, в общем, пармезан вкусный. Надо же. Соус от шефа, он вкусно пахнет. Вкусно пахнет, то есть там есть анчоусы. Прямо это чувствуется, чувствуется запах тухлой кильки. Назовем его так. Приятный соус. Приятный соус. В принципе, даже еще хрустящие, довольно вкусные греночки такие чесночные. И съедобная курица. Курица чуть жестковата, но она, тем не менее, вкусная. То есть она хорошо пожаренная. Не знаю, там запах розмарина я не чувствую. И вкусный пармезан. Ну, как бы приятное впечатление от этого салата. Катастрофический минус его только в одном. То, что все это заправлено сразу. То есть это в доставке убивает вообще все, что можно. Потому что салат... Ну, в соусе есть соль. Соль вытягивает влагу. Как только ты посолил салат, у тебя все овощи начинают отдавать влагу. В том числе и листья салата. Соответственно, ты заправил соусом, у тебя сразу началась химическая реакция. И пока этот салат доезжает, листья превращаются вот в это вот. Ну, то есть не в хрустящий салатик, а превращаются вот в нечто такое вот слюнявое. Я хочу быть честным перед собой. Для меня эталонный соус «Цезарь» в шоколаднице. Как бы это странно не звучало, именно в шоколаднице, вот в этой попсовой кофейне, самый эталонный по вкусу «Цезарь». Соус, я имею в виду. Не салат, а соус. Давайте мерить в царях. Вот «Цезарь» – это же царь, да? Вот давайте 10 царей. 10 из 10 царей – это шоколадница. Вот это соус, скажем так, 6 из 10 царей. Обычный майонез с чесночком – это 1 из 10 царей. А вот 0 царей – это просто мазик, короче. Поэтому вот это 6 из 10 царей по шкале шоколадницы «Цезарь». Нормальный, но не более того. Да нет, я 7 поставлю. Я что-то сейчас доелся. 7 из 10. Пойдет. Все-таки вкусный. Блин, пармезан там вкусный. Не могу до сих пор понять, что не так. То есть вроде все так, еду привезли, все там упаковано более-менее. Но а что не так-то? А не так все-таки остается вот та самая мысль, что они не определились, чем они занимаются. То есть они не могут понять, они кто. Они узбекский ресторан, они чайхана, хотя они называются чайханат топчан, да? Вот. Мне кажется, это проблема всех чайхан, короче. Все чайханы занимаются всем. От кальяна до салата «Цезарь», понимаешь? И в итоге вот что-то как-то вот оно... Ну, типа сойдет. То есть там, наверное, в заведении посидеть, покурить кальян, это все поесть особо и не заметишь. А на это и рассчитано, наверное. Это дома я концентрируюсь, блин, на еде. Потому что я дома, меня никто не отвлекает. Кальянщик не носит кальян. У меня все нормально. Такое вот задение. Ну ладно, давай десерт еще. Десерт называется «Сникерс». Сникерс? Сникерс. Я увидел, я не мог не заказать. Десерт «Сникерс». Что это такое? И я вот искал. Я думаю, блин, может быть, это ресторан «Новиково» действительно. Я думаю, ну, наверное, там будет его какой-нибудь легендарный десерт земляничный. Вот это все. Я в Инстаграме просто слежу. Блин. Надо доехать попробовать. Что такое там? Земляничный десерт Аркадия Новикова. Очень хочу, серьезно. Я люблю землянику. А пока я вот... И я не нашел, короче. Поэтому я сделал вывод, что, наверное, все-таки не связан он с Новико. Ух, сегодня столько воды. Больше, чем в воде, блин. От Витальки. Десерт «Сникерс» выглядит точно как на картинке. Офигенно. 350 рублей, 150 граммов. Ну давай, это десерт. Я не хочу. Я не хочу взвешивать его. Я хочу просто попробовать кайфануть. Офигенно. Давай. И бэйби. Внизу бисквитик, смотри. Бисквитик. Внутри что-то типа карамели. Потом вот этот мусс. Что-то подобное мы видели в cheesecake.ru, да? Немножко в другой реализации. Давайте. Я не люблю шоколадные десерты, но здесь мне нравится то, что здесь внизу такой горький бисквитик, то есть с горьким шоколадом. Там много какаушки. А вот это вот, сверху вот этот мусс такой суфлейный, типа суфлейный, но не зажелированный, да? Он молочный. Нежный молочный вкус. И внутри орехи. Довольно контрастная история, то есть и вкусы, да? От горького до нежно-сладко-сливочного. И консистенция. От мягкого суфле до жестких, ну не жестких, ну скажем, ну обычных, арахис, вы понимаете. До закарамелизированного арахиса. Это прикольно. Мне такое нравится. Вот именно поэтому я, например, терпеть не могу тирамису. Ну не то, что... Нет, я съесть могу его, но не люблю. Потому что это скучно, это вот единая какая-то такая... Ты ешь и все как нежнятина, короче, как будто не ешь ничего. А тут и орешки, и нежное суфле, и средний по мягкости бисквит. Вот мне нравятся такие десерты. Серьезно, нравятся такие десерты. Точка. Прикольный, вкусный. Вкусный, я не знаю, там 350 рублей, сами решайте. 150 граммов, но он выглядит классно и по вкусу он здоровский. В общем, с десертами very nice very good, ребята, молодцы. Гораздо лучше, чем со всем остальным. Чихана топчан. Заведение не знаю кого. Выставляем оценки. Если что, извините, не обижайтесь, ребята. Вас заказали. Я шучу, конечно. Лимонад не можешь купить? А, лимонад давай, да! А лимонад мы под оценочки. А лимонад под оценочки. Да? О, шикнул. Все, выставляем оценки. И говорим заключительное слово. Маракуйя-малина. 730 рублей, блин. 730 рублей. Мама дорогая. Я до сих пор не верю, что я нажал кнопочку добавить в заказ. 730 рублей. Лимонад. Но там, где есть слово маракуйя, я всегда млею. Я обожаю все, где есть вкус маракуйи. Вот он прямо для меня родной, понимаешь. Вы уже видите оценки. Можете пока рассмотреть. Вот, я их сейчас тоже включу. 58,5 баллов набирает. Как после всего сказанного, ресторан выбрался за экватор выше 50? Ну, честно говоря, не знаю. Хотя и объяснимо, потому что они довольно быстро привезли. У них довольно неплохой сервис. То есть, вот это все, вот это все, это приятно. Это приятно. Почему, например, за сервис я поставил не 5, а 4? Ну, потому что горячие блюда лежат с холодными, соответственно. Те подогреваются, эти быстрее остывают. Короче, ну, такие вот мелочи. Там, салфеточек побольше можно. Хотя, что тут утираться-то особо нечего. Там, сухой чебурек, из которого даже не течет. То есть, даже вытереть усы не было повода, блин. Вот, цена я поставил 2, потому что дорого. Особенно под конец, когда я налил себе лимонад. За 730 рублей, а все ждут, что я скажу про этот лимонад, ждите. Вкус-качество. Вкус-качество я поставил тройку. То есть, в принципе, все удовлетворительно. В принципе, это все можно съесть и особо не обломаться. Ну, за исключением, может быть, есть какие-то неприятные вещи. Ну, типа, вот чебурек мне вообще не понравился. Самса чуть больше, но тоже скорее нет. Ну, как-то так, короче. Салатики оба я бы съел и не обломался. Даже суп том-ям я бы съел. И выпил бы лимонад за 730 рублей, мнение по которому вы все еще ждете. Скорость 4,5. Нормально привезли. Я доволен. Температура 3. Ну, и лайк от меня, конечно, от заведения не получает. Я заказывать здесь не буду. И, ты знаешь, иногда у меня есть такое желание. Если заказываем из ресторана. Если это не просто служба доставки, а вот заведение какое-то. Есть у меня желание после обзора посетить заведение, чтобы попробовать там как. То есть, вот здесь что-то, что-то не очень из-за того, что доставка. Хочу посмотреть, как там. Вот здесь нет такого желания. То есть, у меня нет особо ощущения, что тут что-то не так сделано. Не так доехал из-за доставки. У меня вот именно есть ощущение, что здесь сделано не так. Чебурек не так сделан. Самса. Манты. Плюс недовес. Где мои 100 граммов? Где мои фаланги еще граммов на 30 в салате? То есть, тут нет ощущения, что тут из-за доставки проблемы. Нет ощущений. Лимонад за 730. Так. В общем, вот такое вот мнение ресторан Топчан, на мой взгляд, это чисто субъективное мнение, никого не хочу обижать, не достоин внимания. Ни в форме доставки и подозреваю, ни в качестве посещения в заведение. Но могу ошибаться. Все-таки чайхана, кальянчик, всякие прикольные разнообразные блюда. Может быть, это и хорошо, но я туда не пойду. А вы можете сходить, я не против. Попить лимонадик за 730 рублей. В принципе, вкусно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok